Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он достаточно важный. Итак, сразу после свадьбы, которую от и дома оплатили сами, мы на второй день пошли купить квартиру, ждем когда она достроится в следующем году и начнем сразу делать ремонт. Пока этого не случилось, мы после свадьбы живем у родителей его. Естественно, не за бесплатно. И вот я уже третий месяц тут живу и уже не выдерживаю. Всегда молчу и не выступаю против свекрови. Но в этой семье у всех настроение зависит от свекрови. Если с самого утра ей не угодили, то весь день настроение не будет ни у кого. А еще она вербует меня через своего мужа. Благо он не на ее стороне, не на ее стороне. И тоже ждет, когда мы уже приедем, потому что он тоже уже не выдерживает. Вот она контролирует все, а если что-то не по ней, то плохое настроение всем обеспечено. Еще я думаю делаю маникюрственную обозрочку, поблагодарить, поговорить, увидеться. Так она сказала, что я закрывала свой салон и никого не было дома. Такое число, будто я в тюрьме какой-то. Папа у них суперспокойный, но она даже его настроила против, хотя ему всегда было все равно. Он сказал, что лист дум в пыле от ногтей, что в выходной день они против чужих людей в квартире, хотя они этих людей даже не видят. Я уже не понимаю, как мне справляться со всем этим, может я что-то неправильно делаю или говорю. Посоветуйте, что делать. Спрашивает Екатерина. Первый вопрос, который хочется вам задать, что делать, чтобы что? Цель-то какая? Фикровь вы, ну, поменяете, вряд ли. Фикровь она, скорее всего, останется такой же. Ничего с ней сделать вы не сможете. Вот. Как бы это ее рум, ее правила. Это нормально. Собственно, цель-то у вас какая? Дальше. Вы пишите, что, может быть, что-то делаете не так. Это вопрос про неуверенность в себе. Что важнее, права, чтобы неуверенность в себе. Я подчеркиваю, вы не уверены в себе. Понятно. И это не проблема в крови. Как бы непродакционно это не звучало. А скорее, ваш. Проблема. Понимаю. 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 Я надеюсь. Дальше. Вы жалуетесь на свекровь. Но кроме того, что я уже сказал. Хочется добавить, что как-то до свадьбы вы где-то жили. Почему-то решили переехать к их родителям. Вы не знали, какая свекровь. Тоже непонятный момент. Еще я бы отметил то, что вы говорите много мы. 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 Это хорошо. Так скажем. Хорошо для социума. Но не очень хорошо, когда вы используете мы в контексте обобщение влияния себя, например, и вашего мужа. Это уже становится достаточно серьезной проблемой. Поэтому, на мой взгляд, говорить нужно больше про я, а не про мы. Потому что в этом смысле, скорее, именно вас что-то не устраивает. И это тот факт, что вас что-то не устраивает. Это абсолютно нормально. В этом нет чего-то плохого или чего-то неправильного. Абсолютно. Но все же нужно определиться с четкой. С четкой своей позиции. Понимаете да? Это крайне важный момент. На который, я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Вот и так, вашей семьи, говоря про семью, я имею ввиду вас и вашего мужа, недостаточно расстроены границы, раз сокровь может на них влиять. Поэтому это опять же вопрос в какой-то степени к вам. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать, с точки точки зрения, оно психология и психотерапия. Те чувства, которые у вас возникают, необходимо просевать, не обязательно сокрови. Можно это делать и с мужем, в принципе. Ну, если такая возможность, тире желание есть. Если в такой возможности тире желание нет, то это повод задуматься о пересмотре способов отреагирования ваших чувств. Вот, так я могу вам сейчас ответить. Да, выбор действий у вас небольшой. Пока вы живете в нашей жилплощадке, вы подчиняетесь законам того, кто является владельцем этой жилплощади. Да, конечно, в идеале хотелось бы выстроить хорошие, качественные отношения. Но это возможно далеко не всегда. И не со всеми людьми. Если вы займетесь психотерапией, если вы поработаете немножко над собой, я думаю, у вас будет больше возможностей наладить отношения со стеклобой такие, которые были бы максимально возможны в этой ситуации. Но, в целом, по жизни я бы сказал, что сейчас ваша жизнь поставлена на паузу, пока вы не живете в своей квартире. И так, на мой взгляд, к этому периоду вашей жизни и нужно понять, что ваша жизнь просто поставлена на паузу. Раз у вас есть достаточно четкий план того, как будет развиваться в дальнейшем ваша история с квартирой. Вот и все. Вы не желаете признать, что ваша жизнь сейчас на паузе, чтобы не хозяйка положения. С этим боретесь и в итоге получается только хуже. Это нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за опрятную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!